Решение о строительстве на базе Брестской детской областной больницы нового лечебного корпуса обосновано и понятно. Сегодня учреждение здравоохранения рассчитано на 270 коек. При этом функционирует 417. Расширение площадей значительно разгрузит детскую больницу. Сегодня строительство нового лечебного корпуса на 140 мест в самой активной фазе. Но построить здание – это минимум. Еще его надо наполнить. Первый этаж – это холл. Это то, о чем не говорим. Там будет наш конференц-зал на сегодняшний день, который в принципе отсутствует. Дальше реанимационное отделение – это львиная доля первого этажа. Абсолютно в современных условиях построено и по-современному оснащено. Второй этаж – это пятое отделение. Отделение новорожденных, недоношенных. И одно из сложных отделений, требующих затрат, требующих особых условий. Третий этаж – отделение детей до года и палеотивных детей. Пять коек, там пять палат палеотивных детей. И четвертый этаж – это отделение номер один – это отделение кардио-ремотологии. Лечебный корпус расположится напротив старого. Первых пациентов новые, оснащенные по последнему слову науки и техники кабинеты и палаты, примут уже к концу следующего года. С инженерной точки зрения работа сложная, поскольку нужно совместить старое и новое здание. Безусловно, будет расширяться количество коек реанимационного отделения. В новом корпусе запланирована и более удобная организация перемещения пациентов, организация питания. В новом корпусе запроектирована установка диагностического оборудования. То есть, у нас там будет стоять магнитоядерный томограф, который тоже будет справляться с поставленными, я так надеюсь, передними задачами. То есть, принимать пациентов не только нашего учреждения, но учреждения и области. Кстати, пришлось пересмотреть бюджет проекта. Часть выделенных средств пойдет на борьбу с коронавирусом. Это совместное решение Брестской стороны и партнеров по трансграничному сотрудничеству. 16% от суммы нашего трансграничного проекта готовы предоставить и уже предоставляют. Мы уже ждем этого транша. А это получается около 100 тысяч евро. И тут, конечно, под конкретные задачи, под конкретную покупку оборудования, либо средств индивидуальной защиты. Кроме расходных материалов, если ты говоришь, бахилы, шапки, комбинезоны, респираторы. Но есть вопрос, когда нужно получить объективную информацию на современнейшем передвижном рентгенаппарате, который дает 3D-картинку. Его мы тоже покупаем. Чтобы эта картинка не надо было, как по старинке, распечатывать на бумагу, на пленку, для этого нужен сервер, который будет цифровую информацию хранить и передавать сразу, куда нужно, тоже реализуется. Автоклав, сейчас проблема возникла. Мы же все, что используется, должны дезинфицировать. Тоже покупаем новый. Список действительно хороший. Его, кстати, уже согласовали и подтвердили и в Варшаве, и в Минэкономике Беларуси. Осталось дело за малым дождаться средств и закупить все необходимое.